Анастасия Демьянова, одна из авторов благотворительного проекта ЗОН, ставшего финалистом конкурса «Доброволец России», возвратилась сегодня из Москвы. Она принимала участие в заседании Госсовета, посвященного развитию волонтерского движения. Своими мыслями Настя поделилась нашей съемочной группой. На подведение итогов года волонтера в московском Кремле смогли попасть только лучшие победители всероссийского конкурса. Среди них оказались и наши новгородские ребята из группы ЗОНД. В ее составе в основном студенты кафедры дефектологического образования НОВГУ уже на протяжении трех лет. Они ежедневно оказывают помощь семьям, в которых воспитываются дети дождя. О том, как молодые люди придумывают специальные мероприятия и адаптируют экскурсии для особенных ребят, волонтерам со всей страны рассказала Анастасия Демьянова. Она представила весь коллектив ЗОНДА и известным политикам. Лично с президентом Владимиром Путиным пообщаться не удалось, но были и другие неожиданные встречи. Заинтересовался Зюганов. Я его, правда, не сразу узнала. Так уже после того, как он мне дал свой календарик. Он прямо с интересом подошел, начал меня расспрашивать про проект, начал задавать вопросы. Я ему все рассказала. Он нас похвалил, говорит, правильно, идите дальше. Подходил Жириновский, но он не так был заинтересован, как Зюганов. Но главное, считает Настя, что удалось услышать своих коллег и единомышленников из других регионов. Многие проекты волонтеров из Саратова, например, или Рязани действительно впечатлили, рассказывает наш доброволец. Но с собой удалось ввести не только новый опыт, но и приятный бонус. Вот такие чемоданчики подарили участникам на память. Помимо практичных подарков, флешек, ручек и блокнотов, в нем оказались книги с историями российских добровольцев и их достижениями. Есть даже наш северо-западный федеральный округ, Новгородская область. Вот сколько у нас проектов было. В фиолетовом отмечены проекты, а это сумма миллионов рублей, которые выплачены. В 2014 году у нас было всего пять проектов в Новгородской области. В этом году у нас их 26. И это только начало, считает Настя. В следующем году коллектив волонтеров группы Зон планирует продолжить свою работу. Ребята надеются, что удастся привлечь в свои ряды как можно больше новых людей.